Сегодня в школе у детей в меню у нас макароны с котлетой, хлеб, компот и салат из свёклы. Каши они перестали просто категорически есть. Я ещё хочу добавки дать. Хотелось бы, чтобы родители за ними уже следили за тем, что они кушают. Казалось бы, что сложного покормить ребёнка. Но ассортимент продуктов сегодня настолько велик и порой может включать в себя не только бесполезную, но и откровенно вредную пищу. Кто должен следить, чтобы дети получали все необходимые витамины, минеральные вещества? Плюс, говорят медики, важна регулярность. Обязательное горячее питание теперь обеспечено в Казахстане для всех учеников младших классов, причём абсолютно бесплатно. А теперь давайте узнаем, кто разрабатывает школьное питание и нравится ли оно детям. Ученические столовые изучаем в очередном выпуске программы «Школа». По завтракать и пообедать в школьные столовые приходят полтора миллиона казахстанских учеников. И чтобы им было вкусно и полезно, работает целый научный институт. Учёные разрабатывают специальное меню для младшеклассников и стараются учитывать все важные показатели для здоровья подрастающего поколения. Заработка меню рационных питаний для школьников прежде всего основывается на физиологических нормах человека, которые были утверждены у нас в Казахстане в 2012 году. Согласно возрасту полу ребёнка определены калорийность рациона. Ну, допустим, для детей от 7 до 10 лет калорийность рациона суточного должна равняться 2100 килокалорий. Согласно данных нормативов, ежегодно составляется новое меню для школьников. Чтобы дети успели съесть всё на перемене, блюда выдаются по утверждённому весу. В сегодняшнем меню в школе макароны 100 грамм, котлета 50 грамм, 50 грамм салат свёкольный и хлеб. Напиток – компот свежий. Это правильная еда. Тут, допустим, свёкла, он очень полезен для здоровья. Там очень много железа, аминокислот, микроэлементов, витаминов. Котлета, которая нужна нам, которая очень богата белками, жирами. И это очень важные показатели при составлении рациона питания детей. Всё это влияет на остроту ума, память, настроение, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Бытует мнение о том, что якобы жиры, они вредны, тем более жиры животного происхождения. Что они якобы вредны, да, содержание холестерина в них высокое. Но, тем не менее, надо знать, что жиры являются строительным материалом. А также у нас есть жирорастворимые витамины, без которых тоже не будет усвоения витаминов. По словам нутрициолога, необходимо, чтобы еда школьника содержала также и углеводы. Простые углеводы – это что? Всё сладкое. Это фруктоза, которая содержится во фруктах. И во всём сладком. Это также мучные изделия. Опять же, конфеты, булочки, печенье и так далее. Это всё простые углеводы. Они, конечно, должны быть в рационе ребёнка, но их содержание должно быть минимальным. В структуре углевода должны содержаться сложные углеводы. Сложные углеводы – что такое? Это крупы. Они медленно усваиваются. То есть кашу поел ребёнок, то есть голод у него проголодается он через долгое-долгое время. Специалисты лаборатории напоминают о необходимости следить за свежестью продуктов. Нельзя употреблять даже едва подпортившиеся, потому что даже небольшая область плесени вредит здоровью детей. То, что мы видим, допустим, зрительно на стекле и в микроскопе – это две разные вещи. Вот в микроскопе прекрасно видно, что продукт у нас уже некачественный, прошёл срок годности. Здесь вот уже явно выращенная плесень. В любых продуктах нужно обязательно соблюдать срок годности, чтобы не кушать продукты просроченного характера. Затем, чтобы каждый ребёнок получал достаточное количество белков, жиров и углеводов, на основе принципа здоровой тарелки составляется специальная сетка разнообразного меню для школьных столовых. Заранее прописываются рекомендуемые блюда и количество килокалорий на школьника. Для детей первой смены горячее питание организовано в виде каши. Обязательно включаются бутерброды со сливочным маслом. Во вторую смену дети получают горячее питание уже с 11 часов в виде горячего блюда, которое у нас представлено в неделю два раза в виде кускового мяса, один раз в виде рыбы и два раза в виде рубленого мяса, то есть в виде котлет. У нас дети должны получать напитки в виде различных соков, напитков. Очень хорошо напиток из шиповника, потому что шиповник является одним из ведущих по содержанию витамина С. Первоклассники бесплатно завтракают и обедают в школах, а ученики вторых, третьих и четвёртых классов приходят только на обед. В Астане горячее, салат, хлеб и компот на ребёнка обходятся местному бюджету в 550 с лишним теньге. Но директоры школ переживают за своих учеников и считают, что необходимо увеличить финансирование. По моему мнению, я думаю, что недостаточно, потому что продукты дорожают, и для того, чтобы можно было накормить детей вкусно, я думаю, что и разнообразно. Я думаю, что нужно побольше хотя бы этого питания было. А так, конечно, выдаются и яблоки, и фрукты все они дают детям, но я думаю, что можно было бы ещё и увеличить сумму. На данный момент учёные готовят новое, более сбалансированное и наполненное меню. Разработчики обещают сделать его разнообразным и очень вкусным. В Министерстве просвещения нам рассказали, что в регионах стоимость обедов разнится, и всё это зависит от местного бюджета. Бесплатное питание организует местный исполнительный орган, то есть они сами выделяют из местного бюджета средства. Поэтому в каждом регионе разные суммы. Так, например, если в Алмате местный исполнительный орган выделяет 800 теньги на одного ребёнка, то в Акмолинской области 750 теньги. Есть у нас стандарт питания по рациону питания школьников, который разработан в рамках государственной программы Денцаулак Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Контролируют качество питания бракиражные комиссии, а входят в них представители родительского комитета, педагоги, диетологи, медсёстры и другие специалисты. По сути, от них и зависит, что едят наши дети. В последние годы питание в казахстанских школьных столовых не раз подвергалось критике со стороны родителей. Папа и мамы были всерьёз обеспокоены тем, что едят их дети между уроками. Сегодня в сфере школьного питания произошло множество изменений. Теперь родители сами могут отслеживать работы школьной столовой, повысились требования к предпринимателям. Но это всё взрослый взгляд на ситуацию. А что думают дети? Мы пришли в одну из столичных школ во время обеда. Сегодня в меню столовой куриный суп, гуляш с гречкой на второе и традиционный компот. Школьники едят с аппетитом и не подозревая, что за всем этим вкусным и полезным питанием стоит кропотливая работа работников школьной столовой и контроль со стороны бракиражной комиссии. Горячее всегда. Мы его постоянно кушаем. Нам дают разные булочки, печенье. Ну, все очень вкусно. Очень вкусно. Чай, кропот и кисель. В кухонных помещениях работа кипит с раннего утра. За процессом приготовления блюд наблюдают санитарные врачи. По готовности они берут пробу и только после этого еда подается на стол школьникам. Следим за санитарным состоянием всех цехов, помещений, холодильных оборудований. Даже следим за посудами, маркировками. Пробуем то, что готовят повара. Медосмотры, журналы. Даже смотрим, как они дают детям порцию, взвешиваем. Родители тоже могут осмотреть чистоту раковин, исправность фенов для сушки рук, качество столов, стульев и посуды. Цехов в столовой очень много. То есть, каждые продукты хранятся отдельно. Сыры, полуготовая продукция. Очищаются продукты также отдельно. Все эти цеха мы проверяем. Мы можем открыть, посмотреть срок хранения данного продукта, дату изготовления данного продукта, где этот продукт был приобретен. Проверяем, можно так сказать, от и до. Мы работаем чисто с фирмами по договору, сертифицированные товары нашего казахстанского производства. В этой школе для детей с пищевой аллергией предоставлено отдельное питание. Советом комиссии также решаются вопросы по замене блюд в меню, от которых отказываются дети. Главное, чтобы все ели с удовольствием. К нам обращаются и могут сказать о том, что у них возникла какая-то проблема. То есть, кто-то не ест рыбу, какой-то класс там отказывается есть что-то. Мы не говорим, что мы это можем исправить. Мы стараемся это все обсудить, оговорить и по возможности предоставить меню другое для данного класса, допустим, для данной смены. В этом году у школы маленький юбилей – пять лет. Здесь обучаются более трех тысяч школьников. Бесплатным питанием обеспечены с первого по четвертой классы. И остальные учащиеся из малообеспеченных семей. К слову, коллектив школьной столовой работает со дня открытия школы. Арендатор школы работает тоже на протяжении нескольких лет. Нареканий и замечаний к работе столовой нет. Очень хорошее питание. Родители всегда отмечают. Это можно посмотреть на сайте школы, положительные отзывы. Нет никаких секретов и волшебных таблеток, чтобы вырастить успешное и здоровое поколение. Только совместная работа и забота взрослых принесет желаемый результат. И тогда школа даст им не только прочные знания, но и научит питаться рационально и правильно. Правильное питание школьников – это в первую очередь ответственность родителей. Мамы и папы должны следить не только за тем, что их дети едят в школе, но и в собственном доме. Обратить внимание нужно на натуральность продуктов. Максимально использовать. То есть поменьше, вот, к примеру, здесь, да, у нас соус натуральный. Это просто перетертая клубника. И прекрасно детям заходит, да. То есть это также можно не обязательно свежую, можно мороженую клубнику. То есть в плане того, что чем меньше консервантов, добавок и покупных, как бы, продуктов у нас, именно вот, чтобы вот подсластить, да, приукрасить и так далее, можно просто использовать клубнику, любую ягоду. Алма-Ким не понаслышке знает, что такое здоровое питание для детей. Она – дипломированный детский нутрициолог с многолетним опытом. Своих троих сыновей кормит исключительно натуральной едой. В школу им с собой кладет полезные перекусы. Перекус у нас составляет всего 5-10% от общего объема приема пищи, потому что основа у нас уходит четверть на обед, на ужин и на завтрак, 30% на обед. Поэтому сегодня мы готовим на цельнозерновом хлебе 24 часа закваски здесь, то есть без дрожжей он, максимально он, так скажем, питательный, да, в отличие от обычного хлеба. Я заранее приготовила грудку, то есть курочка, она была специально замаринована в чесноке, в натуральных специях и травах. И я ее запекла, и сейчас вот мы используем курочку натуральную, настоящую, то есть без всяких добавок, не ложим колбасу, ветчину и так далее, да, потому что это все-таки консерванты, да, то есть это продукт, который вообще бесполезен для детей. Еще важно следить за тем, что и сколько пьет ребенок за целый день. Алма рекомендует класть в школьный ланчбокс еще и бутылку чистой воды, иногда минерализированный. Объем зависит от веса ребенка из расчета 30-40 миллилитров на килограмм. То есть если школьник весит 30 килограммов, то ему необходимо до литра 200 миллилитров оживительной влаги. Наш ланчбокс-сумочка готова с водичкой, то есть таким образом мы отправляем деток в школу с их перекусом. Полезный ланчбокс и распространенная практика во многих странах. Своим опытом с нами поделились казахстанцы, живущие в Корее. Ежедневно я собираю детям небольшие перекусы на случай, если дети не покушали в школе, потому что все-таки кухня традиционная корейская, и дети могут просто не доесть. Дополнительно витаминов и БАДов я не покупаю детям, потому что стараюсь даже сладости покупать максимально натуральным составом. Ну вот, например, даже желе на основе клетчатки для лучшего переваривания. Кстати, очень удобно в Корее, что даже йогурты можно взять вот так вот в стиках на один раз. У нас снеки. Снеки беру тоже. Вообще в Корее очень много снеков и печенья именно на рисовой муке. Вот я беру на рисовой муке с добавлением ячменя. Они без сахара. И я положу им сегодня кимпап. Ну, это не суши. Кто знает, это, так скажем, овощные роллы. Казахстанка Алена Смадьярова пять лет назад вместе с мужем и двумя детьми переехала в Южную Корею. Дочь и сын пошли в государственную школу. Несмотря на то, что они иностранные граждане, обучение и питание для них абсолютно бесплатное. Алена говорит, что местные школы славятся хорошим образованием и внимательным отношением к детям. В начале учебного года родители заполняют анкету на наличие у детей хронических заболеваний, в том числе пищевой аллергии. Также можно указать, придерживается ли ребенок религиозного питания. В начале каждого месяца очень удобно в школьном приложении выходит список с ежедневным рационом питания. Также мы оформляем платную подписку на молоко. Это единственное, за что мы платим. По словам нутрициологов, в Казахстане есть проблема с детским ожирением, диабетом и аллергией. Поэтому к основному питанию детям необходимо давать витамины и биодобавки. Они пьют чеснок в капсулах, потому что они постоянно находятся в обществе, поэтому это чуть-чуть антибактериальная схема у нас есть. И папайю. Папайя – это фермент для пищеварения, для того, чтобы еда хорошо устраивалась. Нутрициолог предупреждает, каждому ребенку необходим персональный подход. Поэтому выбор витаминов и БАДов необходимо делать только после сдачи анализов и под наблюдением специалистов-медиков. Бесплатное школьное питание – это забота не только о здоровье подрастающего поколения, но и большое подспорье семьям. Тысячи мам теперь не беспокоятся о том, что их малышу приходится учиться на пустой желудок. Однако эксперты говорят, что основу культуры здорового питания нужно формировать все-таки в семье. Ведь именно там у детей развиваются пищевые привычки и предпочтения к еде. А что еще происходит в казахстанских школах в наши дни? И как наладить прочную гармоничную взаимосвязь между ребенком, школой и домом? Обо всем этом и не только смотрите в следующих выпусках программы «Школа». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!